Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Новые выплаты к пенсии. Этим пенсионерам. Каждый пенсионер с 2022 года будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенной гражданину пенсии оказывается ниже, пенсионеру полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе. На доплату смогут рассчитывать неработающие пенсионеры. В каждом субъекте Российской Федерации свой размер прожиточного минимума пенсионера. Если вам интересен размер прожиточного минимума пенсионера в вашем субъекте Российской Федерации, напишите его в комментариях, а после мы ответим в отдельном выпуске или в вашем комментарии. Пенсию с 2022 года можно будет оформить через портал Госуслуги, а подтверждающие стаж документа уже будут в распоряжении ПФР. Не потребуется ежегодного подтверждения факта проживания на селе для получения надбавки в 25% к фиксированной выплате пенсии. Пенсия автоматически будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложение о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости, а также инвалидам, которым положена и социальная или трудовая пенсия по старости по достижению ими пенсионного возраста. Ранее сообщалось, что одной категории работников станет проще уйти на пенсию. Периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выполняемые в режиме неполного рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов, будут учитываться в стаже, дающим право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Как уточнили в Минтруде, сегодня, если работники трудятся неполный день, то это не дает им права раньше выйти на пенсию. В ведомстве предлагают учитывать неполное рабочее время в общем стаже. Неплохие новые выплаты и предложения от представителей власти, но не нужно забывать о повышении пенсии всем пенсионерам, так как размер пенсии у большинства пенсионеров сейчас очень мал. Мы считаем, что власти должны срочно повысить пенсии всем пенсионерам, хотя бы выше реальной инфляции, как они многократно уже обещали. А как вы относитесь к этому предложению? Если вы согласны с нами, то ставьте лайк и распространите это видео, чтобы как можно больше граждан узнали о такой необходимости и поддержали нашу идею. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и самое главное – подпишитесь на блог юридической помощи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...